ФИЧ оценила риски для правительства Мишустина. Новый Кабмин наделен полномочиями, который позволит ему более эффективно реализовывать нацпроекты. Это приведет к ускоренному росту инвестиций, отмечает международное рейтинговое агентство. При этом ФИЧ не ожидает изменения в госполитике. Считаю, что неспособность поднять реальные доходы населения несет риск социального давления на Кабмин. В числе основных причин, негативно влияющих на российскую экономику, аналитики ФИЧ называют международные санкции, ситуацию с коронавирусом. Сможет ли новое российское правительство добиться ускорения экономического роста и повышения дохода в россиян? Мнение президента компании «Московские партнеры» профессора Высшей школы экономики Евгения Когана. Да, я не сомневаюсь, что новое правительство будет активнее, чем предыдущие, проводить в жизни нацпроекты. Проблема же, к сожалению, не в этом. Рост экономики, прежде всего, у нас будет достигаться не за счет нацпроектов, а за счет роста доходов населения. Потому что только внутренний спрос может толкать по-настоящему экономику вверх. А чтобы у нас возник внутренний спрос, нужно, чтобы возникал так называемый эффект просачивания. Что это значит? Это значит, что в тот момент, когда идут нацпроекты, грубо говоря, зарабатывают какие-то корпорации, они должны давать подряды сотням других корпораций, тысячам более мелких, десяткам еще более мелких. И таким образом огромное количество населения страны вовлекается в вот эти самые, значит, нацпроекты. Я чего боюсь, что у нас будет все как обычно. Нацпроекты будут осуществлять, к сожалению, не такое большое количество, скажем так, особо правильных компаний. Ну, они поработают. Но вот это вот эффекты по-настоящему просачивания, эффекты, когда деньги доходят до, извините, любого маленького города, маленького села и так далее, вот это, боюсь, что не будет у нас. И в таком случае, в результате осуществления нацпроекта, да, темпы роста, наверное, действительно немножко вырастут. Но крайне незначительно. И второй момент. У нас, к сожалению, нет нацпроекта, который бы назывался «Изменение инвестиционного климата». Вот в тот момент, когда он появится, и у нас действительно это будет не, скажем, словеса, а реальные действия, вот этот нацпроект может реально изменить ситуацию и с инвестициями, и с доходом населения, и со многими другими вещами, которые приведут к росту экономики и на 3, и на 5 процентов. Евгений Куган, вряд ли санкции коронавируса могут серьезно замедлить российскую экономику, завел нам директор Центра макроэкономических исследований Финансового университета Евгений Балацкий. Может быть, действительно произойдет небольшое ускорение в реализации нацпроектов, а, соответственно, может быть, небольшой такой подхлест экономического роста произойдет. Вряд ли это будет что-то существенное, но небольшое какое-то ускорение может быть. Коронавирус, я не думаю, что он может что-то реально изменить, потому что он практически ни на что не влияет. Товаропоток будет идти своим ходом, какие-то ограничения по взаимному перелету, они некоторое время будут действовать, потом, скорее всего, это уляжется. Но чтобы в рамках целого года сбить ВВП, я думаю, что это будет фактор незначительный. Как вы думаете, смогут выйти на плановые показатели по росту экономики и реальных доходов? Это сложный вопрос, потому что сейчас, к сожалению, есть такая тенденция подрисовывать некоторые показатели и явно, так сказать, статистику улучшать. Поэтому в этом плане весьма велика вероятность, что они выйдут на плановые показатели. В принципе, таких каких-то прям явно осложняющих факторов нет, поэтому шанс есть, шанс есть. Такой приличный шанс выйти на плановые показатели. Евгений Балацкий отмечет, что ФИЧ сохранил долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом. Московский инкубатор для умных машин. Власти российской столицы готовятся с 1 июля ввести экспериментальный правовой режим для развития искусственного интеллекта. Михаил Задорожный о самом эксперименте, о том, что о нем думают разработчики таких систем. Законопроект о проведении в Москве пятилетнего эксперимента по развитию искусственного интеллекта внесли в Госдуму первый вице-спикер Александр Жуков и депутат Ирина Белых, оба из фракции «Единая Россия». В пояснительной записке говорится, что документ разработан в исполнении послания Владимира Путина Федеральному собранию 15 января. Авторы уверены, что его принятие позволит значительно стимулировать внедрение, развитие и использование технологий искусственного интеллекта. Под технологиями искусственного интеллекта авторы понимают компьютерное зрение, распознавание и синтез речи, а также, цитаты, интеллектуальную поддержку принятия решений и перспективные методы искусственного интеллекта, конец цитаты. А вот что подразумевается под экспериментальным правовым режимом, непонятно. Говорится лишь, что это специальное регулирование, параметры которого должны определить власти Москвы. Также они должны решить, кому и как передавать изображения с городских фото и видеокамер и контролировать обработку обезличенных персональных данных участниками эксперимента. Нужны ли для развития искусственного интеллекта специальные правовые режимы? Этот вопрос мы задали гендиректору компании «Инфовоч» Наталье Касперской. В настоящий момент это непонятно, потому что искусственный интеллект – это такая довольно широкая сфера, которая может затрагивать разные области человеческой деятельности и, в частности, затрагивать, например, приватность, если собирают данные о гражданах для того, чтобы потом их как-то использовать и обрабатывать. И для того, чтобы понять, какие именно законы нужны, создаются так называемые регуляторные песочницы. Вот то, что хочет сделать правительство Москвы – это как раз такая регуляторная песочница для отработки возможных требований к закону. И чтобы закон был основан не просто на предположениях, а все-таки был основан уже на каком-то опыте. Другие разработчики системы искусственного интеллекта считают, что никакие законодательные инновации для развития этого направления не нужны. Вот что заявил бизнес-эффенген-директор московской компании «Нави-робот» Игорь Кузнецов. Главовое поле позволяет развивать искусственный интеллект практически, ну, безгранично. И любое развитие сейчас, любого направления, в общем-то, в программировании, в том числе в развитии искусственного интеллекта и робототехники, оно больше все-таки бизнес-потребностями определяется. Другое дело, что, как вот недавно было, то, что искусственный интеллект может применяться в преступных целях. Это фейковое видео, это же все-таки на основе нейросетей делается. Но это, опять же, укладывается все в рамки стандартных законов, которые сейчас есть. Ну, то есть я не считаю, что сейчас вот какое-то время прямо вот именно принимать какие-то законы, которые бы еще к тому же способствовали развитию какого-то суверенного искусственного интеллекта нашего российского. Соавтор законопроекта Александр Жуков заявил РИА Новости, что участниками эксперимента могли бы стать Сбербанк и Яндекс. Но они и так уже довольно успешно развивают технологии искусственного интеллекта. Хотя желающие поучаствовать в эксперименте наверняка найдутся. Тема настолько модная, что даже РПЦ решила заняться изучением искусственного интеллекта и создала Центр исследований в области биоэтики и высоких технологий под Московным Сергиевым посаде. Но в эксперименте он принять участие не сможет, если, конечно, его не перенесут в столицу.